Соня Дьячик Ребенок растет, это гормональный сбой, то есть вот этот вот гормональный фон, он меняется со временем, и с охрана стали нерегулируемые вообще, то есть так как у нас ставился утром и вечером протленный и короткий на еду, подколки мы делаем, делали, то есть получается инсулин продленный мы не могли вообще угадать. То есть мы ночью гиповали, то есть доходило до скорой, мы вызывали скорую, у нас была кома. Диагноз диабет первого типа Соне Дьячик поставили 8 лет назад, когда ей было 4 года. Девочка стала жаловаться на плохое самочувствие, резко похудела, появилась одышка. Мама обратилась к районному педиатру, врач посоветовал сдать кровь на сахар. Его уровень был критически высоким, Соню сразу же госпитализировали в реанимацию эндокринологического отделения с острым осложнением сахарного диабета. Жизнь семьи поделилась на до и после. Сначала, конечно, все было печально. Для меня вообще, я считала, жизнь была кончена. Мне было ужасно жалко, что так получилось. Но как бы жить-то надо дальше. Поэтому взяли себя в руки и сейчас живем, считаем это просто как образ жизни. Конечно, много сложностей. Иголки были в свое время, шприцы. То есть это как бы непередаваемо. И сколотые пальцы, шишки кругом, вот на ручках, на ножках. То есть это как бы было очень сложно. Инсулин уколами шприц-ручек Соне приходилось вводить 6 лет, более 7 раз в день. Невозможность подобрать адекватную состоянию дозу лекарства и болезненность уколов отрицательно сказывались на состоянии девочки. Соня постоянно жила в стрессе. Со временем появились осложнения. Нарушилась чувствительность в ногах. Они часто болели. Появились признаки энцефалопатии. Ситуация изменилась в прошлом году, когда Соне установили инсулиновую помпу. Уровень сахара пришел в норму. Самочувствие девочки заметно улучшилось. Появились новые увлечения. Раскрашивание, рукоделие и не только. Ну, лизны я еще делаю. Я их делаю из клея ПВА, тетраборат и натрия. Что такое тетраборат натрия? Ну, это такой компонент, который лизун сворачивает. А, то есть ты, можно сказать, профессиональный химик получается, да? Такой интерес к химии у 12-летней Сони не случайен. Девочка уже точно знает, кем хочет стать, когда вырастет. Я хочу стать доктором. А почему? Ну, я хочу лечить людей, которые болеют. Хочу помогать им. А доктором каким-то определенным или еще не знаешь? Эндокринологом. Целеустремленность и постоянное желание работать над собой помогают Соне добиваться высоких результатов в учебе и в увлечениях. С инсулиновой помпой у нее есть возможность заниматься любимым делом. Но расходные материалы к помпе нужны ежедневно. За государственный счет они не предоставляются, а стоят дорого. Соню и ее младшего брата Ваню мама воспитывает одна. Недавно мальчику поставили диагноз бронхиальная астма. Теперь Ваня не ходит в детский сад и у мамы нет возможности устроиться на работу. С просьбой помочь оплатить Соне расходники для помпы, мама девочки обратилась в РУСФОНД. Необходимо собрать более 150 тысяч рублей. Для этого нужно отправить смс со словом «Дети» на короткий номер 5542. И тогда мечты Сони Дьячик обязательно сбудутся. Анна Бережная, Алексей Заровный. Новости на восьмом. За организацию съемок благодарим трампункт медицинского центра САНОС.